Итак, открываем счет и его мониторинг на MyFXBook. У нас стоит терминал фирмы брокера TIGML, демо-версия. Правой кнопкой открыть счет. Смотрим. Демо-сервер. Демо-юкей. Огонь. Огонь. Выставляем нужное плечо, выставляем нужный депозит, ставим согласие, заполняем тут от балды. Огонь. У нас появился счет. Пароль основной, который будет использоваться в торговле. И пароль для инвестора. Этот пароль у нас будет использоваться для мониторинга. Готово. Итак, у нас открылся счет. Идем на сайт статистики MyFXBook. Что здесь надо? Здесь надо зарегистрироваться. Эту возможность предлагают на главной странице. Пройти вот здесь быструю регистрацию. Придумывайте себе нужные данные и вперед. Допустим, я придумаю данные. Электронную почту создать не проблема. Здесь не обязательно настоящую указывать. Вот у нас электронная почта. Я придумываю пароль. Подтверждаю пароль. Ввожу контрольные знаки. Соглашаюсь. Пароль не совпадает. Так. Повторим. Зарегаться. Все. Учетная запись создана. Отролевали. Проверьте вашу почту. Проверяем почту. Да, у нас вот есть. Пожалуйста, активируйте ваш аккаунт. Надо нажать на эту ссылку. Все. Аккаунт активирован. Видно, что мы вошли. Начинаем вот с этой кладочки. Добавить счет. Добавить счет. У тех, у кого МТ4, выбираем вот этот последний пункт. Далее нам говорят, назовите счет, как вам в голову пойдет. Назовем его проб. Два, ноль. Пожалуйста, выберите брокера. Мотаем на букву Т. Ищем нашего брокера. Вот он наш брокер. Выбираем. Здесь меняем на демо сервер. Потому что демо счет требует демо сервера. И вводим наши. Номер счета. И пароль инвестора. То есть, вот этот второй. Не торговый пароль. Нажимаем кред аккаунт. Создать аккаунт. Ждем. Идет проверка. Подключение. Если что-то пойдет не так, у нас выйдет негативное сообщение. Что что-то не так, что-то неверно. Если у нас все удачно, у нас выходит всплывающее сообщение с поздравлением. И здесь вот эта галочка говорит, что процесс завершен. Дальше мы можем увидеть первоначальное состояние нашего счета. Этого мало. Нам надо открыть счет, чтобы его видели остальные. Делается следующее. Еще раз зайдем в раздел «Добавить счет». Здесь мы видим, что он у нас приватный. Нам его надо открыть. Нажимаем кнопку «Редактировать». Опускаемся вниз. И выставляем все пункты в разделе «Общедоступный». После того, как сохранили функцию, вот эту можно убрать. Нажимаем «Сохранить». Этого мало. Видите, у нас поменялся счет на «Общественный». Идем дальше в раздел «Приглашения». Выбираем название нашего счета. Мы его называли «Проб 2.0». И то же самое проделаем здесь. Но дополнительно мы сейчас получим ссылку, которую нужно будет отправлять. Вот поставив вот тут галочку. Которую нужно будет отправлять для того, чтобы наш счет попал на рассмотрение. Итак, жмем «Применить настройки». У нас внизу образовалась ссылочка. Вот ссылка для просмотра, мониторинга вашего счета. Ее вы указываете при регистрации на «Проб». А также можете дать любым своим знакомым, чтобы они наблюдали за тем, что происходит у вас с вашим счетом. На этом с мониторингом закончено. Далее, когда вы захотите посетить свой сайт, вы можете воспользоваться своей же созданной ссылкой. Все. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...